здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях артем маликов актер кино режиссер актер дубляжа и вот мы тут буквально перед тем как начали озвучка озвучание оказывается тут все имеет строгое давайте расскажем что такое вот со звуком сразу начнем с этого что к озвучка что к озвучание озвучка озвучание это такой жаргонный сленг между нами когда ты куда я на озвучку озвучание это был тоже такой жаргонный сленг среди наших мастеров стариков но на самом деле правильно говорить озвучивание или озвучение ну я больше склонен к озвучивание вообще звучит уже волшебно озвучение озвучили красиво да вот конечно же очень много вопросов по этой теме но прежде всего давайте начнем с того что вы сами актер кино и еще и режиссер всегда две таких субстанции которые должны в одном человеке как-то уживаться вот если например вы в качестве актера а режиссер другой человек вы его слушаете все зависит от того насколько он даст точную задачу если я актер я прихожу на кастинге и говорю кто его на чуть-чуть что играть тогда они если задача будет достаточно объяснена и понятно то я исхожу из своих тех самых предлагательных обстоятельств как положу как положено и если это до попадание происходит то тогда да да я говорю хорошо а засмеетесь игру какой градус вам нужен смеха ведь есть смех простой есть смелый есть искренне есть яркий есть деликатный есть гомерический есть демонический смех его какой нужен тут возникает пауза так как сейчас да и порой человек сам не знает я вам давайте вам покажу какой-нибудь 3 вот так предлагаю я вот в этом предлагаем обставить потом вот это вот это но они смотрят думают бегу выбираете самая главная большая удача и попадание актеров персонаж это тогда когда вы как или я как актер могу предложить несколько вариантов ну да пусть тогда режиссер мучается и выбирает потому что этот имеет место король и я короче да и что-то мучитесь хорошо а когда режиссер выключаете в себе актера или все-таки из с позиции актер работы когда режиссер я все конечно проигрываю как актер и я это как бы я бы это сделал но я не очень люблю показывать хотя иногда это очень важно вот горят да они показывают до сделайте пожалуйста так как я вам показал а другие говорят но давайте вот вы идете вот у вас зонтик что вы будете делать конечно даешь определенную свободу в неких рамках как бы это парадоксально не звучало существование актера пребывание актера в кадре и так далее актер уже в силу понимания того что какой образ он себе придумал исходя из тех задач которые поставил я человек попадает или нет и тогда я уже могу как небольшие такие закорючки подсказки ему говорить вот здесь стоит такой оттенок добавь здесь вот такой и если это с тандем происходит то все получается ну конечно же у нас будет сегодня на большой разговор по поводу дубляжа вот кстати сразу же такой первый вопрос чтобы мы понимали кто к нам пришел как вы вообще пришли в кино кто-то вас привел или вы сами что заканчивали ну в общем немножко об этом я родился в актерской семье мой папа заслуженный артист россии николай максимович маликов который был учеником бойся андреевич бабочкина закончил в 70 70-м году у него курс и его можно увидеть фильме деревенский детектив про они из кино где три брата украли аккордеон и вот там помните песня низкий ведь это они поют один из братьев мой отец это 66 год или 67 могу ошибаться но этот он еще был студентом но тогда во в гике и бабочкин в том числе запрещал сниматься он носика выгонял несколько раз с курса потому что владимир носик его однокурсник часто снимался но потом восстанавливали сам было актером да как-то странно да но это не смысле что это какая-то профессиональная ревность нет это потому что съемки же до съемки же они удлинялись это сейчас быстро снимают а тогда минуту в день полезного метража считалось как хорошо снимали же на пленку и съемки растягивались и соответственно это попадал в учебное время актеру надо сдавать сессию принимать участие потом чудо какие-то отношения может быть что тогда ты не ходишь ко мне кажется что именно ко мне не ходишь но бабочкин это супер пупер да они называли себя чапаевцы до чапаевцы да чапаева играл для тех кто может быть подзаботок вот и получается что вы через своего папу с бабочкиным нет и я тогда еще не родился его родился позже да но отец рассказывал том числе те истории которые я вещаю вам про него про курс он учился с еленой слове на одном курсе вот с владимиром носиком дядя мой его младший брат учился григорий максимич маликов учился у герасимова и когда отец поступил бабочки ну естественно как младший брат я тоже 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 хочу поступить но ты должен меня слушать и он с ним чтецкую программу ведь весь год готовил и григорий поступил герасимову но 22 имени в общем для советского зрителя это просто ноги герасимов по-своему бог потому что он вообще влиял на все что происходит в кино и в театральном искусстве то есть такая была вообще сам бог вам велел как говорится до особого выбора не было но в общем да почему потому что как мы все в детстве всегда мечтали я там хочу быть космонавтом пожаром милиционером а потом я понял а я ведь могу быть сегодня милиционером завтра космонавтом послезавтра и какая же какая же эта профессия естественно отец часто брал меня на съемки он и в театре служил киноактера но большей части меня брал на съемки я смотрел процесс я даже помню какие-то куски из фильмов которые вот иногда показывают где вы где я прям стоял за камерой и видел а мне как мальчишки любознательному разрешали там оператор смотреть в камеру там удалять трансфокатором приближать расстояние то есть хочешь не хочешь а уже практически профессия начиналась там да вот ощущение что по сути да по сути так и произошло но получилось так что я после после школы сразу не поступил никуда пошел работать грузчиком отец говорит ну иди работай грузчиком тоже профессии до сих пор меня друзья просят которые переезжают с квартир с квартир и жабая в портер в маленький маленькую газельку могу всех трехкомнатную квартиру уложить то есть тетрис до сих пор работайте сюда тетрис работает и и после этого я зарабатываю деньги я купил первый раз гитару электрогитару я так играю на гитаре пишу музыку она стоила миллион четыреста сорок тысяч рублей но это те еще когда тысячи были до в девяносто пятом году как сейчас помню без трех нулей потом да потом динамина ну да да наверно тогда и я ходил на подготовительные курсы в гиг как к анатолию ромашина я планировал поступать но не поступил хотя прошел третий тур и куда деваться куда прыгать думаю ну университет культуры остался но там актерского факультета в то время еще не был сейчас то есть я во что было уже впрыгнул в последний вагон режиссуру театрализованных представлений вадим владимир соломонович маганет мой художественный руководитель ученик покровского да и я нисколько не пожалел хотя я думал что в течение года я буду перри поступать во в гиг снова снова актерской профессии но нет и я не жалею потому что благодаря судьбе которая распорядилась вот так я получил наверно больше чем получил бы там то есть случайности не случайно как говорится и среди моих однокурсников есть действующие режиссеры театрализованных представлений которые ставят сейчас на площадках в том числе может быть у вас на 400-летие мероприятия и мой однокурсник бурита в том числе игорь борнушев которые сейчас известны как под свиданием группа бурит известные песни поеду вот ведь мы как-то все состоялись вы себя кем все-таки считаете что для вас ваше творчество что это это такой некий симбиоз или чем бы х или кем бы хотелось чем больше хотелось бы заниматься вы знаете я счастлив и перед вами сидит счастливый человек вот просто наша дорога вообще даже даже не знание смысле чтобы вы там завидовали я тоже вам желаю быть числе и он готов и да я я к тому что так как я занимаюсь преподавательской деятельностью и я возвращаю у меня своя школа актеров озвучивание дубляжа но я хочу сказать что не каждый человек может этим заниматься и конечно же когда человек приходит ко мне на интенсив а я устраиваю интенсив раз в месяц когда человек любой с улицы может прийти попробовать себя во всех видах озвучивания встать к микрофону профессиональной студии со звукорежиссером и под моим руководством пройти целый десятичасовой марафон где каждый будет услышан каждый будет разобран где плюсы где минусы плюс я говорю о том как работать с текстом как что такое тайм-код что такое логика чтения потому что люди не умеют читать тогда но если вы хотите быть профессиональность заниматься озвучиванием дубляжом сначала закончите театральный вуз потому что все-таки это основа через этюдный метод через перевоплощение я как кто-то тумбочкой там мухоморной за бочки надо и фехтование и это все развивает внимание и плюс конечно же музыкальный слух потому что человек который не слышит а речь это мелодия ну да речевая мелодия человека иногда просят повторить интонацию за интонацией вот вы слышите как герой в кадре говорит и нужно снять и повторить точно что он же диапазоне в том же градусе но это карте знаете такая проблема ракуль буженок профессионально обсуждаем ведь руки есть ноги есть голова есть а голос это то чего нет это что то что мы создаем собой и вот когда со студентами тоже общаешься говоришь ребят чё ты вот тут говоришь да мы на связано вот тут здесь отрасти особенно девочки чтобы это а на самом деле вот аж оттуда из вот мой мой настоящий голос примерно где-то посетить к обора добрый вечер друзья здравствуйте до внимания и то есть 80 процентов наш голос живет бедный в тюрьме в какой-то который мы вам создаем что такое психология это надо признать свои недостатки а микрофон он зажимает гадеем моментально вот про эти связочки сразу начинает говорить и все я у нас доктором и я говорю пожалуйста но вот здесь ты же видишь какой градус ну почему там есть очень много нюансов об этом мы тоже сейчас поговорим да я обо всем расскажу но задача моя снять это напряжение чтобы человек увидел себя принял себя и перешагнул через себя прекрасно вот так мы делаем перешагиваю через камеру как я говорю всегда что мы не смотрим в камеру а мы должны выйти по ту сторону камеры тогда у нас все получится сейчас сделаю небольшой перерыв пригрузили немножко мне кажется да но во второй части наверняка вам будет интересно узнать как работает это интересно как работают эти люди в профессии дублера дублера известных актеров которых есть свой голос которых есть своя подача они это делают как-то по-своему дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог артем маликов у нас здесь гостях актер кино режиссер актер дубляжа озвучивания озвучания и вот у меня такой вопрос когда первый во первых не обидно было первый раз кого-то озвучивать когда хочешь сказать такие сам могу сыграть или это просто деньги были нет как повторюсь меня в озвучивание привел мой папа который занимался всю жизнь озвучиванием и он иногда даже так чуть-чуть сомневался во мне смогу ли я попасть синхрон а выполнили я задачу режиссера и я помню не сопротивлялись когда пойдем я я наоборот хотел так как у меня все в порядке со слухом и а почему бы уже не могли не понимать что можно уйти так в эту про профессию что потом в сам в кино не судил в том что я помню когда я был совсем пацаном маленьким отец брал меня на и на озвучку в том числе и для меня это просто оказался некий какой-то волшебный мир когда я вижу дядя некий тетя ник который что-то говорят микрофон а здесь я вижу экраны как я не понимал что происходит они говорят и там говорят и все попадает до меня такое стерео непонятное по происходило разные люди а говорят а это же да а мне хотелось больше туда уже даже смотреть но я же слышу их ухом что они справ и от но тогда была технология совершенно другая писали кольцами если вы помните брали сцену почему считался великий дубляж советский почему не было написано на огромной афиши написанный маслом еще одна им дублировать да 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 почему луи дофинески к нексона написал сам по себе письмо и с благодарностью о том что спасибо вам большой товарищ из страны советов за то что вы помогаете мне с каждым разом улучшать свой образ то есть он видел дубляж на русском языке до и понимал как дальше этого жандарма развивается следующих сериях представляете кто бог подумает это правда и потом но время шло естественно все это перешло в цифровизацию и сейчас конечно же озвучивает фильм наружка до каждый актер приходит в свое назначенное время ты не видишь фильм ты не знаешь про что фильм на ест на кто знает это режиссер дубляжа он говорит твой вот такой то там джим он отрицательный в третьей части его убивают все идет к этому ну да или наоборот но отрицательных всегда интереснее озвучивать было потому что у них играть играть да так вот возвращаясь к тому что когда я пришел первый раз на озвучку это я уже не помню какой был фильм но мне безумно было звук страшного подойдя к микрофону все все те же зажимы природы о которых мы говорили в прошлом выпуске тем более перед папой нельзя нельзя сравнить его честь и сказать и там привет скажи вот подойдет микрофон скажи привет но мне показали но там была такая школа были мастодонты мастера которые с тобой же также у микрофона стояли юрий дмитриевич саранцев артём яковлевич карпетян это все у них я поражал я слушал как они работают как они работают с текстами с изображением вот в хорошем смысле я подворовывал эти вещи я слушал как они говорят а если я хотел чуть выстрелить потише потише когда-то дядя колик караченцев он бельмондо писал все вы я был вот застал это и потом почему когда со временем уже тогда же писали по месяцу по полтора месяца люди смотрели сначала фильм изучали воли надо запоминали уже в принципе текст но тогда как писали в одно кольцо если человек один кто-то из них ошибался писали все сначала поэтому они уже в текст не смотрели они уже жили за счет своих знания этого текста на перекладывание на персонажей и поэтому дубляж был очень органичный и живой поэтому он и считался лучше в мире но когда вот цифровизация пришла конечно же сейчас приходят упростили да ну пишут главные герои потом второстепенно и потом гургуры хорошо а как сцену любви тоже отдельно сейчас придется записывать также сцена любви приличной любви приличная приличная любви ну да неприличная там как раз можно по одному записать здесь когда пишут разному ну вы же как вы же приходите допустим сцена мужчина и женщина общаются они так ты из которой за женщина приходят озвучивает ее диалог в том числе ахи-охи вздохи и мужчина также приходит отдельно потом все сводят до вздохи ахи делает общими вот еще один такой вопрос опять же из того советское время спасибо что вы вспомнили кениксона потому что конечно луи дефюнесс это потому что вот можно сравнить и некоторые фильмы не выходили с его озвучкой и как-то не старайся вот немножечко вот уже мы привыкли к нему почему стояла задача и стоит ли сегодня задача попадать в губы есть такая задача или разные бывают дубляж наверное в разными именами называете дубляж существует четыре вида озвучивания даром расскажет первый вид озвучивания это закадровый перевод то о чем вы говорили про володарского когда мы слышим оригинальную дорожку а за кадром идет перевод закадровый перевод даже разделяется на мой взгляд на два типа закадрового вида озвучивания это классический за кадр когда условно какой-то человек входит в какую-то комнату и там кучит не знаю почему на немецкий перешел отец да а закадывая озвучивание переводится следующим руки вверх то есть я не прилагаю эмоционального состояния как как актер сам отыграют да есть такой вид озвучивания классического вида закадрового озвучивания когда я не хочу чтобы мне закадровый голос мешал я хочу хочу наблюдать за актерской игрой и есть новые относительно вид закадрового озвучивания река не приближается максимально к эмоциональному состоянии героев кадр и допустим тоже руки а я буду озвучивать максимально приближен к этому виду озвучивания это что говорится прозакадровый вид так дальше верно самый такой все-таки сам и разу его пишут как ни странно либо по одиночке либо одновременно 22 мужчины две женщины а бывает как мы говорили один человек разными голосами может озвучивать весь весь есть такое да это одноголоска как называется но она получает за всех нет там поминутная оплата поэтому как договоришься он перестраивается и я все таки призываю и своих учеников стараюсь учить так чтобы они вставали по четверо к микрофону и там двое мужчин две женщины ну хотя бы да но какая суть важная техническая особенность этого вида озвучивания ведь есть реплики у каждого мы разбираем по персонажам ты этот и этого ты этого ты этого но ведь надо помимо того что взаимодействовать с партнером через призму о своих героев на экране ты должен успевать сказать свою фразу в назначенное время там так вот когда не належая на реплику партнера потому что мы же пишем всех в одну дорогу если ты налез все это этот не успеет это сказать этот налезет на этого и будет вынужденный стоп это что касается за кадрового вида озвучивания второй вид за озвучки это тонировка шутку тренировка это не с ней стекла за тонирование это озвучивание фильмов с родного языка на родной язык ну то есть допустим вот сняли фильмы в беларуси с прекрасными белорусами артистами приехали в москву смонтировали фильм начали озвучивать но часто бывает что в кадре и не актер вовсе он достаточно красиво выглядит в нем статный набор смешно и его но дороже вызвать в москву потому что суточные это гостиницы перелет и прочее чем позвать актера профессионалы которые его переозвучит в зависимости от голоса тембральности попадания потому что стоит мордоворот и вызывает естественно баритональный бас который голос и картинка совпадает в таком случае никто в жизни абсолютно тот начинает больше сниматься потому что бы эту как хорошо сыграла такой подарили да это тренировка но в тренировке существует определенные законы есть понятие физики физиологии человека человек пьет курит глотает бьет по лицу получает по лицу от все эти физиологические отрогаши и мы должны сделать у микрофона и мы это должны сделать не прыгай не бегай потому что это опыт будет записан в том числе есть максимально мы только можем себе помогать руками и как-то вот надо да вот этот стопроцентное попадание когда вот это в губы английского актера попасть это дублирование как раз фильм называется высшая мы не слышим оригинальную дорожку вообще ощущение что американские артисты говорит по-русски русский как происходит эта система приходит сначала приходит фильм и переводчика начинает его переводить после перевода этот перевод еще не готов к озвучиванию дубляжа есть такая замечательная профессия как укладчик текста этот укладчик как правило филологического образования потому что он много букв может поменять местами слова подобрав максимально по похоже по смыкам вот русские слова не у меняя влекаться не меняя сути этого предложения и соответственно еще в речевом листе в монтажном диалогом листе как кто называет он должен актеру указать зэка реплика или фраза звучит за кадром в скобках потом буква с в скобках значит это следующая реплика звучит в синхроне н.с. это значит если эта реплика звучит не в синхроне сейчас мы быстро все разберем ну понятно да я вижу что у меня актер начинается синхрона я вижу тайм-код подсказывает ни в какое время я должен вступить чтобы начать его озвучивать я начинаю вступать попадаю говорю 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 текст текст и предложение не останавливается мысль продолжается но следующее перед словом который уходит за кадр стоит зэка и я дальше понимаю что вот из этого синхрона я должен перейти в за кадр героя не видно но его слышно я читаю дальше текст и снова буква с и в этот момент я снова должен попасть синхрон фантастика и дальше идет н.с. но что такое несинхрон но это когда не видно губы вот я допустим вы разговариваете что у меня подбородок говорит или говорящая рука в кадре сидит босс в кресле глаза до или глаза до синхроны нет но они о чем-то говорят глаза дергаются я в эти глаза должен попасть это искусство а по поводу лишь высшего пилотажа это мультфильмы часто мне говорят вы знаете мне сказали подружки что мне надо мультики озвучивать я вы понимаете что это высший пилотаж что к мультфильмам приходит как правило когда знают как работать во всех этих видах озвучивания и а как же встаньте к микрофону попробуйте и она начинает пищать за мышонка и она не замечает как с голоса мышонка она скатывается на свой привычный голос начинает она не замечает как сходит на свой я вот и все вы не удерживайте героя пищать это мало и важно еще конечно нашей профессии это диапазон голосовой а давайте мы сейчас попробуем я скажу фразу да это была программа открытый диалог всего доброго я буду открывать рот а вы попробуйте попасть меня эта программа активный диалог всего доброго открытый открытый диалог это была программа была программа открытый диалог всего доброго попробуем это была программа открытый диалог всего доброго ну если гореть серьезно вот сейчас мы можем услышать канал может быть из последних каких-то фильмов вот чтобы закрыли глаза и вот сериал у нас какой-то вы знаете это проще зайти на кинопоиске посмотреть я не помню но из таких фильмов зовите которые мы вас можем где вы точно меня слышали это озвученная роль в железном человеке первые три части happy хоган это друг тони старка его охранник лично да а если не очень помнить омшан говорю уже мы слышали голос этот сейчас я вспомню так у себя должен быть быть господи уже в туалете сна висит информация у вас есть быть так у всех должен быть быть ну что-то я такой помню стритил железный человек ну вот вы говорили кстати об общении ночью таком заочным до дуфинесса и кенигсона напомню что артем маликов здесь у нас в студии человек который раздает бэйджи помню этот момент но кто бы знал что мы вот так вот встретимся мы желаем вам конечно же успеха в вашей вот любимой работе но ждем режиссерских и актерских работ всего вам доброго ну а это была программа открытый диалог сейчас говорю я всего доброго до свидания а